Девятый том книги «Открытым оком», вопрос номер 2255. «Ваша община как-то участвует в этом сближении с московской патриархией?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Нас меньше всего коснулось то, что разделило людей с зарубежной церковью в 2000 году. И сегодняшняя нас пока как следует не задела, но мы в большой тревоге. Если же будет полное объединение с московской патриархией, это наша смерть. Поэтому нам нужно очень и очень хорошо молиться и думать. Пройдет еще время, и плоды этого братания будут явны уже всем. Вот как пишут церковные новости, номер 12, 2003 год, страница 3. «Духовная суть происходящего ныне с зарубежной церковью ясна. Это часть того процесса всемирного отступления от истины, который предшествует славному второму пришествию Христову». Спаситель нас предупреждал об этом, говоря, Евангелие от Луки, 18 глава, 8 стих. «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Увы, но так происходит в этом несовершенном мире, лежащем во зле, что малое стадо истинно православных христиан становится все более скудным и выживать ему в условиях всеобщей апостасии становится все труднее. Однако, помимо духовной стороны, процесс объединения русско-зарубежной церкви с московской патриархией имеет и вполне земную меркантильную составляющую. Видимо, она и руководствует действиями иерархов Синода Митрополита Лавра, которые с духовной точки зрения выглядят как совершенно абсурдные и противоестественные. Земная составляющая этого процесса заключается в том, что в последние годы русская зарубежная церковь стремительно теряет свое имущество и паству за границей. Это объясняется тем, что основную часть русской эмиграции сейчас составляют люди, недавно выехавшие из России, выросшие и воспитанные при советской власти. Для большинства из них те идеалы, которые отстаивала в прошлом русская зарубежная церковь, не имеют никакого значения, а сама церковь воспринимается как связующее звено с Родиной. Кроме того, и московская патриархия очень активно открывает новые приходы за границей и захватывает имущество русской зарубежной церкви. Вот и вынуждено руководство русской зарубежной церкви капитулировать, чтобы не потерять последнее. Значит, в основе происходящего, так называемого объединения, лежат не духовные, не богословские, не канонические, не даже патриотические побуждения, а чисто экономический денежный фактор. И это придает особый цинизм совершающемуся предательству и самоуничтожению русской зарубежной церкви. Митрополит Валентин Суздальский Прощается Господь последний вечер, его наказы вспомним сотни раз, ушел незаменимый, и был тот день помечен, так принят к исполнению наказ. Идти благовестить далеким, самым дальним, духовной пищей не обделить родных. Их проповедь духовно и буквально была услышана и явью стали сны о самом скверном и подспудном, в минуты размышлений и скорбей, благая весть и лично, и прилюдно, и письменно отображать ее начал Матфей. Потом об этом в речи и в словах евангелисты вчетвером расскажут. За это скатится у Павла голова, и пострадает не один, а каждый. Идите, не сидите по затворам, пусть не химичит схимник под трепьем, где проповеди нет, придет расплата скоро, но и не будь навязчивым репьем. А будут ли внимать, раскроют уши, ударят ли раскаянием в грудь? Не нам судить. На море и на суше с Евангелием совершайте путь. Прощается апостол, неравин, глушитель истины, гонитель назарея. Он не монах, не звал в монастыри, где в затлости таланты все сопреют. Напоминаем, как он их учил. Не упустил ни слова из того, что губит. Потом восстанут волки, палачи, для проповеди не разлепят губы. Прощальный вечер. Знаю наизусть. Прощался многократно точно так же. Речь о Христе ключом забьет из уст. Лишь только там, где Дух Святой помажет. Игнатий Лапкин. 11 июня 2004 года.